Господин Президент, здравствуйте. Здравствуйте. Вновь спасибо за то, что вы принимаете нас здесь. Мы встречаемся с вами в преддверии Дня Победы, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, пожалуй, главном событии, объединяющем наши народы, событий нашей общей истории. Что означает День Победы для Азербайджана и для вас лично? Это наш большой праздник, который мы торжественно отмечаем на протяжении нескольких дней и до Дня Победы, и во время, это встречи с ветеранами, различные праздничные мероприятия проводятся в Азербайджане. Этот праздник для нас очень дорог, и он является официальным государственным праздником. К сожалению, первые годы независимости власти, тогда существовавшей в Азербайджане, они этот праздник ликвидировали. И только с приходом на должность президента Гейдара Алиева в 93-м году День Победы был объявлен государственным праздником, это выходной день, и тем самым эта историческая справедливость была восстановлена. Отношение к нашим ветеранам у нас очень доброе. Должен сказать, что вот в этом году уже заканчивается полностью программа обеспечения всех ветеранов автомобилями. Также периодически выделяются и квартиры, участки для отдыха, денежные вознаграждения. То есть это гордость нашего народа, и мы чтим память погибших и убеждены, что молодое поколение должно воспитываться именно на примере такого беззаветного героизма, любви к своей родине, с тем, чтобы вот эти традиции героизма и любви к отчизне продолжались. А также, как вы отметили, это исторический момент, который сближает все народы бывшего Советского Союза и должны сближать, в принципе, всех тех, кто участвовал в победе над фашизмом. Мы гордимся тем, что 700 тысяч представителей Азербайджана участвовали в войне, более 300 тысяч погибло, 123 человека награждены были званием Героя Советского Союза. Так что нам есть чем гордиться, и мы свято бережем память и нашу общую победу. Я позволю себе сказать то, что вы однажды сказали за кадром, я скажу об этом публично, вы сказали, что для вас память о Великой Отечественной войне так же свята, как память вашего отца. Вот так же, как мы храним память наших предков, память наших близких, важно и сохранить воспоминания об этом историческом событии, об этой исторической трагедии. Но как это сделать, когда вокруг происходят попытки переписать историю, и эта прививка войны уже не действует на многих? Мы с большим беспокойством наблюдаем вот эти попытки, во-первых, переписать историю, принизить роль советской армии в победе над фашизмом, а так же попытки, которые мы видим в плане героизации фашистских преступников, их последователей и тех людей, которые разделяют их идеологию. И нам всем, наверное, какое-то время назад казалось, что с фашизмом покончено окончательно. То есть это зло, которое, видимо, человечество не видело еще в своей истории. Но, к сожалению, с прошествием времени, в результате определенных усилий некоторых кругов пропагандистской кампании, мы видим, что часть молодого поколения в различных странах мира, не зная реальной истории, и если им постоянно внушают искаженные факты исторические, они в какой-то степени становятся подверженными этому вирусу. Мы видим марши, факельные шествия, демонстрации неофашистов во многих регионах мира. Это все вызывает большое беспокойство. Мы свято бережем нашу историю и подвиг всех народов Советского Союза и других стран, союзников, которые положили конец этому кошмару. Он должен жить в памяти из поколения в поколение. Поэтому, думаю, ответственность сейчас лежит на тех политиках и тех руководителей стран и влиятельных общественных деятелей, которые свято чтут великий подвиг наших отцов и дедов и которые должны своей деятельностью постоянно об этом говорить. Нам какое-то время казалось, что всем все известно, это история, есть столько исторических документов. Поэтому здесь не может быть двух мнений. Но оказывается, что может. И самое печальное в том, что молодое поколение, тем, кому сегодня 20-25 лет, выходя на фашистские марши, по существу дискредитирует нашу общую победу. И если эта тенденция будет нарастать в дальнейшем, то на каком-то этапе история будет перевернута с ног на голову. Я думаю, что на данном этапе все общественные структуры, которые разделяют те убеждения, о которых я говорю, должны скоординировать свои действия, должны активно работать и в плане доведения до общественности, особенно молодежи, исторической правды, и в плане того, чтобы противостоять героизации фашизма и переписыванию истории. У вас сохраняется уверенность в том, что спустя несколько десятилетий все-таки ситуация не изменится принципиально в худшую сторону? Огромная ответственность лежит на политиках, на государственных деятелях, общественных деятелях, на писателях, на представителей творческой интеллигенции, с тем, чтобы мы постоянно эту тему держали в центре внимания. Опять же хочу сказать, может быть, повторюсь, но поскольку я искренне за это переживаю, что мне лично казалось еще 10-15 лет, что двух мнений на этот счет быть не может. Но видите, как все поменялось. И страны, которые сами понесли огромные человеческие жертвы, страдания от фашистской оккупации, сами становятся в какой-то степени объектом манипуляции, какой-то психологической атаки, зомбирование, это все очень тревожные тенденции. Это не только обидно с точки зрения искажения и исторической справедливости, это тревожные тенденции для будущего мира. Это говорит о том, что эта идеология, к сожалению, жива. Это большая опасность для всех нас. Вы будете 9 мая в Москве? Да, конечно, обязательно буду. Я и на прошлый юбилей был в Москве. Я обычно 9 мая провожу в Баку, собираюсь с ветеранами. Мы проводим праздничные мероприятия. Но в этом году я с ними встречусь немножко пораньше. 9 мая буду в Москве. Вы сказали, что День Победы, Великая Отечественная война и День Победы сближают все народы постсоветского пространства. Становятся ли ближе в этот день армянские и азербайджанские народы? Трудно об этом сказать. Что касается отношений между народами, я убежден, в отличие от наших армянских визави, что мы не можем враждовать вечно. Мы вместе жили в одном государстве, мы вместе боролись с фашизмом. Поэтому думаю, что придет понимание и в армянском руководстве, что нужно положить конец вражде, нужно положить конец оккупации. Главное препятствие для нормализации отношений между нашими странами продолжающаяся оккупация азербайджанской территории со стороны Армении, которая не имеет никаких оснований, ни исторических, ни юридических, ни политических. Известно, что высший международный орган Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, которые требовали немедленного и безусловного вывода армянских оккупационных сил с азербайджанской территории. Прошло более 20 лет, и эти резолюции остались на бумаге. То есть международное право грубо нарушено. Нарушено право более миллиона человек, которые были изгнаны со своей земли. И среди них, кстати, очень много было ветеранов. Также не скрою, что нас беспокоит и тот факт, что несмотря на то, что армянский народ также пострадал от фашизма, и многие представители армянского народа, также с честью воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Но сегодня в Армении происходят тенденции, которые нам понять очень трудно. Идет героизация фашистов, тех людей, которые служили Гитлеру. Их имена известны. Недавно азербайджанская общественность, наши ветераны направили письма руководителям дружественного государства, в том числе президенту России, выражая свое беспокойство тем фактом, что в Армении в честь тех, кто сражался, воевал на стороне Гитлера, названы улицы, дома, площади. И это вызывает большое беспокойство. Думаю, что чувство национализма, они должны превалировать над чувствами справедливости. Поэтому на данном этапе, если была бы возможность ветеранам из Армении, Азербайджана встретиться, наверное, они бы посидели бы за дружественным столом и вспомнили бы те славные страницы совместной истории. Но, к сожалению, армянская сторона всячески препятствует контактам между общественностью. Были попытки несколько лет назад организовать взаимные встречи общественности, депутатов, и мы думали даже расширять этот формат. Но как только в Армении увидели, что это ведет к сближению и к каким-то таким дружеским чувствам, сразу это было прекращено. Потому что главная проблема – это то, что оккупация продолжается, и, к сожалению, Армения хочет максимально продлить этот процесс. Хотя они должны понимать, что это не может длиться вечно. Этому придет конец, и чем раньше, тем лучше. Тем не менее, президент Армении тоже будет в Москве. Могут ли состояться какие-то контакты между вами? Наши контакты не запланированы. На этот период у нас были встречи в прошлом году, летом в Сочи по инициативе президента России, затем осенью госсекретарь Керри, а затем президент Франции Оланд организовывали встречи, на которых нам казалось, что мы можем двигаться вперед, но потом опять, буквально менее чем через две недели после встречи в Париже, на которой мы договорились снижать напряженность на линии огня, Армения организовала широкомасштабное учение в оккупированном Агдамском районе с участием, по их данным, 47 тысяч военнослужащих. Необходимости в этом не было. Это была явная провокация, направленная на срыв переговорного процесса. Мы несколько дней проявляли сдержанность, и была дана команда не реагировать на это, потому что мы считали, что мы должны снижать напряженность, но противник предпринял попытку атаки наших позиций боевыми вертолетами Ми-24, и в результате ответных действий нашей стороны один из вертолетов был уничтожен. И это дало возможность армянской стороне обвинить Азербайджан в провокации, и тем самым с ноября месяца, когда это произошло до сегодняшнего дня, никаких контактов у нас нет. Ведь это не мы проводили учения, и не на территории Армении, а Агдамского района. Поэтому еще раз это убеждает нас в том, что все попытки армянской стороны направлены на то, чтобы статус-кво не менялся. Хотя сопредседатели стран Минской группы России, Франции, США неоднократно говорили, что статус-кво неприемлем, должен быть изменен. Значит, это что означает? Значит, должен начать процесс деоккупации. Но армянская сторона на это не хочет согласиться, и поэтому всяческими путями препятствует переговорному процессу. То есть с ноября прошлого года, вот сегодня уже конец апреля, между нами никаких контактов нет, и когда будут, мы сказать ничего не можем. Переписывание истории стало довольно чувствительным инструментом в таком широком арсенале способов давления на Россию и на ее союзников. Другой способ – это экономические санкции, под которыми Россия живет уже больше года, и это действует в том числе и на сопредельные страны. Россия преодолевает последствия, эти кризисные явления, а в Азербайджане ощущают их? Должен сказать, что большого влияния этой ситуации на нашу экономику нет. В какой-то степени сокрасились денежные переводы азербайджанцев, которые живут и работают в России. Вы знаете, их там немало. В основном они люди обеспеченные, работают в бизнесе, и, естественно, по традициям нашего народа, все всегда родственники друг другу помогают. У кого есть возможность, помогают тем, у кого возможности нет. Поэтому мы наблюдаем сокращение вот этой финансовой помощи от азербайджанцев, проживающих в России. Но в связи с тем, что это занимает небольшой объем нашего внутреннего продукта, то глобально на экономику это влияние не оказало. Ну и в целом жизненный уровень в Азербайджане растет. В этом году экономика за три месяца выросла на 5,3%. А самый главный показатель, который мы всегда отмечаем, не нефтяная экономика на 7%. То есть, несмотря на падение цены на нефть и, конечно же, вот ситуации с санкциями в России, Россия наш один из главных торговых партнеров, все-таки диверсификация экономики, которая была осуществлена, и реформы позволяют нам динамично развиваться. Что касается санкций, наша позиция была всегда, однозначно мы ее всегда высказывали. И это не является секретом. Мы против такой формы международного общения. И, как вы, наверное, знаете, когда ситуация обсуждалась в парламентской ассамблее Совета Европы, вся азербайджанская делегация в полном составе выступила против санкции в отношении России. И, я думаю, показала пример. Тем, которые на каждом углу себя позиционируют союзниками Российской Федерации, но когда доходит дело до демонстрации позиций в ПАСЕ, как говорится, предпочитают уйти в кусты. Вот это еще один показатель, и, думаю, российская общественность должна это знать. В такие минуты проявляется позиция, в такие минуты проявляется дружеское плечо. Когда у всех все хорошо, конечно, все могут говорить приятные слова и петь дифирамбы. Но когда надо показать свою позицию, и не в Москве кулуарно, а в Страсбурге, вот тут и проявляется и достоинство, и позиция, и, в общем-то, человеческие качества. Поэтому мы еще раз хочу сказать, что против такой формы давления, она контрпродуктивна. Мы всегда выступаем за диалог, за решение всех сложных вопросов, за столом переговоров в обстановке доверия. Конечно, на определенной степени доверие утрачено между Россией и Западом, но я думаю, что надо предлагать усилия для того, чтобы его восстанавливать. Очень много опасностей в мире, и в нашем регионе, и в Европе. Это и экстремизм, радикализм, терроризм, возрождение фашизма, который мы видим на европейском континенте. Эти вопросы надо совместно решать. Азербайджан делает ставку на добычу газа. Это логично и закономерно в условиях, когда вы обладаете такими ресурсами. Но эту историю тоже стараются политизировать. И сегодня с Азербайджаном связывают серьезные надежды в проекте «Южный коридор» и пытаются преподнести это как альтернативу, как некий противовес российским газовым проектам в Европе. Расскажите о масштабах планируемых поставок и об ожидаемых рынках сбыта этого газа. Нас, честно говоря, это тоже беспокоит. Такая тенденция и вот такой информационный фон. Хотя, если вы посмотрите официальные заявления официальных высокопоставленных представителей, то там, как правило, таких оценок нет. Это все делается на так называемом экспертном фоне, на фоне политологов и околовластных структур, которые просто создают вот такой фон. И вот такая вот навязчивая пропаганда в какой-то степени уже кем-то воспринимается как реальность. С нашей стороны ни от одного официального представителя никогда подобных заявлений не было, и мы никогда не рассматривали наш проект как какую-то альтернативу. Энергетическая политика Азербайджана осуществляется уже 21 год, с 1994 года, когда мы начали работу по освоению крупнейших нефтяных месторождений нашей страны. И тогда же были построены несколько нефтепроводов для того, чтобы транспортировать на мировые рынки. Мы все-таки не имеем доступа к мировым океанам. Газовые запасы были вскрыты в конце 90-х годов, и с тех пор мы начали активно работать с тем, чтобы газ добывать, и уже добываем в определенных количествах, начиная с 2007 года. И в небольших количествах экспортируем газ нашим соседям и в Турцию, и в Грузию, и в Иран, и, кстати, в Россию. Но запасы у нас очень большие, и поэтому, конечно же, нам нужно их реализовывать. Проект Южного газового коридора планировался давно. Вы, наверное, знаете, что раньше он назывался проект «Набуко». Сейчас называют «Набуко-2.0». Да, но это, опять же, называют именно те, о ком я только что говорил. Когда мы увидели, что проект «Набуко» не жизнеспособен, а именно потому, что не было ни политической воли, ни финансовых ресурсов, ни координации, консолидации усилий. Нам казалось, что за наш счет кто-то хочет, как бы, обеспечить себе блага. И роль Азербайджана в том проекте сводилась просто к сырьевой базе, что нас категорически не устраивало. И проект, по существу, сошел с повестки дня. Но мы должны были реализовывать наши запасы. И, конечно же, главным для нас рынком сбыта природного газа является Турция и Европа, поскольку другие наши соседи, Иран и Россия, сами обеспечены большим объемом природных ресурсов, а рынок Грузии достаточно небольшой. Таким образом, мы инициировали проект Южного газового коридора и в 2012 году заключили договор с Турцией о строительстве проекта ТАНАП, трансанаталийского газопровода, который является частью Южного газового коридора. На сегодняшний момент он уже начал реализовываться. Мы осуществляем уже проектные работы, скоро начнется строительство, и на первом этапе азербайджанский газ будет доставлен еще в большем объеме, чем сейчас, на турецкий рынок, а дальше через Турцию на европейский. Этот проект позволит нам реализовать наши большие газовые резервы. Сказать, что он принесет сиюминутную прибыль, я не могу, потому что затраты очень большие, надо будет их возмещать. И к тому же прибыль от газа несопоставима с прибылью от нефти. Все-таки главный источник поступления валюты для нас – это нефтяной экспорт, который сейчас стабилизирован и будет продолжаться так на протяжении длительного времени. Конечно, газовый фактор будет укреплять нашу экономику, конечно же, значительно повысить роль Азербайджана, значимость Азербайджана для потребителей. Ну и каждая страна хочет, чтобы ее роль росла, и значимость росла, тем самым будут расширяться наши возможности. Проект Южного газового коридора – это разработка месторождения Шарданис-2. В рамках этого проекта предполагается добыча и реализация 16 миллиардов кубометров газа, дополнительно уже к 8, которые сегодня мы продаем. Из них 6 миллиардов будет получать Турция, 10 миллиардов – несколько европейских стран. То есть это, конечно же, несопоставимо с тем объемом, который Европа получает из Норвегии, из Алжира, из России. Я предлагаю закончить темой, которую мы традиционно заканчиваем в нашей встрече, о том, что еще сближает народы, не только на постсоветском пространстве, но и в мире. Это спорт. Европейские игры, которые принимает Азербайджан, уже совсем скоро. Огонь европейских игр уже зажжен. Да, конечно. Мы рассчитываем, что это событие станет общим праздником спортсменов всей Европы. Для нас это была большая ответственность. Должен сказать, что Азербайджан был единственным кандидатом на проведение этих игр. И, в общем-то, если бы мы тогда не дали согласие на это, наверное, эта идея так бы и осталась бы идеей. Я должен отметить исключительную роль президента Европейского Олимпийского комитета господина Патрика Хики, который эту идею всегда продвигал. Это была большая ответственность для нас, но и большая, конечно, честь. Нам предстояло за два с половиной года, даже меньше, провести игры, сопоставимые с Олимпийскими. Более шести тысяч спортсменов, двадцать видов спорта. Но мы справились с задачей. Факел уже зажжен. Мы его зажгли в древнем храме Аташьях. Это древний храм Зороастризма. Азербайджан, как вы знаете, это край соприкосновения многих религий. Зороастризм, ислам, христианство, иудаизм. Уникальная атмосфера братства между народами и межрелигиозного сотрудничества, созданного в нашей стране. Так что факел уже путешествует по нашей стране. Но вам, наверное, это хорошо знакомо. Наряду с этим мы видим попытки, чем ближе к играм, тем они становятся более явными, по дискредитации этого события. Это у нас вызывает только удивление, недоумение, для чего это нужно. Как будто бы кому-то это, как говорится, поперек горла, что Азербайджан может провести такие события. Поэтому сейчас мы переживаем примерно то же самое, что вы переживали накануне Сочи. Дискредитация, ложь, вранье называются какие-то совершенно астрономические цифры, которые мы потратили. На, в принципе, операционные расходы, на то, чтобы игры провести, потрачено несколько сот миллионов долларов всего. А спортивные объекты, которые мы имеем, 90% этих объектов либо были уже построены, либо их строительство началось до того, как решение было принято. То есть мы их не к играм строили. Транспортная инфраструктура Баку была развита и до того, вы бываете у нас часто это видите. Поэтому вот такая компания лжи, вражды и злобы сейчас обрушилась на нас. Но не это главное. Главное то, что мы, я уверен, создадим праздник дружбы, праздник спорта. И главные наши гости будут, конечно же, спортсмены. Мы приглашаем всех, кто хочет принять участие в этом празднике, чтобы спортсмены и туристы, обычные граждане европейских стран, СНГ, чувствовали себя как дома, в хорошей атмосфере. И желаю успехов российской команде. Думаю, что Россия будет главным фаворитом этих игр. Информационную войну, я думаю, вы переживете, как пережили ее мы. И победили на этой Олимпиаде. И вам мы тоже желаем спортивных побед. Я благодарю вас. Спасибо.